Как Сталин спас Россию? Есть мифическое выражение о Сталине «Принял Россию с сахой, а оставил с атомной бомбой». Сам факт этого утверждения налицо. Это реальность, о которой большинство нынешних молодых поколений уже не знает. Действительно, Россия после Первой мировой войны, гражданской войны, смуты и интервенции уцелела буквально чудом. Страна была полностью обескровлена, миллионы погибших, раненых и беженцев, развалена, разворована. Россию буквально высосали до суха, промышленность и транспорт сильно деградировали, существуя лишь как воспоминания о русской индустриализации конца. Начало Первое русское чудо. Не построили ни одного крупного завода, ни одной большой электростанции, не было ни одного реализованного транспортного проекта. Не было финансовых средств и золота. Золотой запас Российской империи был частично потрачен еще царским правительством, частично разворован белыми, иностранцами и вывезен Ленинской гвардией. Огромные капиталы, финансы, ценности, золото, серебро, драгоценные камни, произведения искусства и т. д. были вывезены бежавшей аристократией, крупной буржуазией, мародерами, грабившими страну во время братоубийственной войны. Сельское хозяйство, которое и в царской России не блистало передовыми агротехнологиями, было отброшено на сотни лет назад. Вместо тракторов и различных механизмов использовали лошади или работали сами люди. Сельское хозяйство после разгрома крупных товарных хозяйств, поместьей, которые давали основную часть зерна на продажу, деградировало, его товарность сократилась по сравнению с Российской империей. Деревня вернулась к натуральному хозяйству, большая часть крестьянских хозяйств работала только на самообеспечение. Город не мог обеспечить деревню необходимыми ей промышленными товарами. Созрело противостояние по линии город-деревня. При этом сохранилось социальное расслоение в самом селе, новая экономическая политика, НЭП, укрепила позиции зажиточных хозяйств кулаков. Деревня по-прежнему жила в нищете, голодала. Голод 1921-1922 годы охватил 35 губерний с 90-миллионным населением, убил сотни тысяч человек, миллионы детей лишились родителей и стали беспризорниками. При этом пострадали в основном бедные, неимущие крестьяне. В результате деревня была на грани Второй крестьянской войны. Первая крестьянская война, начавшаяся сразу после Февральской революции, была страшной и кровавой трагедией, которая унесла миллионы жизней. Ее с большим трудом подавили. Теперь деревня снова была готова взорваться. Хозяйственный механизм России 1920-х годов смесь слабого административного планирования и спекулятивного рынка не мог обеспечить не только рывка вперед, но и нормального развития. Происходило сращивание быстро растущей советской бюрократии и спекулянтов, криминального мира, переживавшего свой расцвет на обломках империи. Надежд на внешние инвестиции не было. Советская Россия была в международной изоляции. При этом иностранцы были рады создать в России полуколониальную экономическую модель, получить под контроль имеющиеся предприятия, рудники, месторождения полезных ископаемых. Слабая, деградировавшая промышленность не могла дать деревне товары широкого потребления в необходимом количестве, тракторы и другую технику. В стране не было двигатели строения, авиационной промышленности, массового автомобилестроения, электротехники, кораблестроения пришло в упадок и т.д. Без развитого машиностроения, в индустриальную эпоху Россия ждала смерть. Наука и промышленность не могли дать армии современное оружие, технику. В армейских парках были только устаревшие автомобили, танки и самолеты времен Первой мировой войны. Да их было крайне мало. Сельское хозяйство не могло прокормить большую армию, создать стратегические запасы на случай войны, для снабжения войск, городов. В итоге Советская Россия была обречена на военную катастрофу в случае новой большой войны. Ее могли победить не только такие передовые державы, как Германия, Британия или Япония, но и Польша и Финляндия. А новая большая война была не за горами. Еще немного и западные армии, а на востоке Япония, с механизированными дивизиями и воздушными флотами, вооруженные массами современных танков, самолетов, орудий просто бы раздавили оставшуюся в прошлом Россию. Новый индустриальный, капиталистический мир просто бы съел СССР. Как некогда западные колонизаторы смели некогда могучие и многочисленные народы и племена Америки и завоевали древнюю и богатую, но технически отсталую Индию. В это время западные державы и Япония стремительно развивались. Наступил расцвет индустриальной эры. На заводах Форда запускали конвейер. Бурное развитие переживали автомобильная отрасль, двигатели строения, самолетостроение, судостроение, химическая промышленность, приборостроение и электронная промышленность, металлургия и т.д. В мире шла быстрая электрификация промышленности. А Россия стагнировала. Она теперь отставала не только от мировых лидеров, как Российская империя в 1913 году, но и одержав второго ряда. Отставание становилось чудовищным. Это был смертный приговор России и СССР. Как честно признал Сталин, мы отстали на 50-100 лет. И надо было совершить буквально чудо, качественный прорыв в будущее, чтобы сохранить Россию и народ. Еще одной тяжелейшей проблемой Советской России была психическая катастрофа, культурно-психологический, моральный крах Старой России. Народ был подавлен, буквально раздавлен катастрофой. И 1914-1920 годы произошло разрушение, распад, смерть прежней России, России Романовых, старого общества. Миллионы людей погибли в мировой и гражданской войнах, в ходе крестьянской войны и криминальной революции, от голода и болезней. Миллионы людей бежали за границу. Российская империя умерла в жестокой агонии. Россия заплатила страшную цену за тупики своего развития, вызванные проектом Романовых, за трагический разлад между цивилизационным кодом Матрицы и реальной жизнью, за измену прозападной элиты, которая отказалась от цивилизационной, исторической миссии русской цивилизации и русского суперэтноса. Русь-Россия была обескровлена, надломилась мораль и психическая структура русского народа государства образующего, несущего на себе основные тяготы создания и сохранения империи. Россия выдержала катастрофу 1917 года, переход от Старого Мира к Новому СССР. Социалистическая революция обещала людям великим смысл их бытия. Однако советская Россия 1920-х годов была убогой. Вместо счастливого, творческого и нового мира, полного возможностей, люди снова видели тяжелую, голодную и несправедливую повседневность. Надежды угасали. Будущего у такой России не было. Таким образом, народ смог уйти из несправедливого Старого Мира, но счастливого и справедливого Нового Мира не увидел. И вот в это время, когда Россия снова оказалась перед угрозой полной гибели, советская элита лихорадочно искала выход. Возможных сценариев было три. Первое – возвращение к основам Старого Мира, буржуазно-капиталистического, либерально-демократического. Признать, что будущее человечества – это западная матрица развития, по сути, это белый проект февралистов-западников, убивших Российскую империю, самодержавие. То есть Красная Москва могла торговаться за почетные условия капитуляции, установив в стране псевдокоммунистический, марксистский режим, силой и террором подавляя любое недовольство народа. Партийная элита быстро переродилась бы, стала колониальной администрацией, аппаратом управления хозяев Запада. Второй – попытаться закрыться от Старого Мира, создать железный занавес, а за ним копить силы, строить свой мир. Однако, по сути, этот путь в итоге приводил к первому перерождению, гниению советской партийной элиты. Кроме того, замкнувшись, без передовых западных технологий, достижения науки и техники, Советский Союз образца 1920-х годов быстро бы стал жертвой нового крестового похода Запада на Восток. Таким образом, оба сценария о великой катастрофе, ее только откладывали на будущее. Третий сценарий предложил Иосиф Сталин – Красный Император. Он сумел буквально нечеловеческим усилием поднять из пепла погибшую цивилизацию, придать ей новый импульс развития, создать новую реальность, цивилизацию и общество будущего. Создать сверхцивилизацию будущего, которая в перспективе хоронила западный проект порабощения планеты и давала человечеству возможность жить по-человечески, счастливо и достойно. В первую очередь Сталин смог дать людям образ будущего блистательный, прекрасный, особенно для молодежи, мир будущего. Общество знания, служение и созидание, где главными станут знания, труд и созидание, творчество. Общество социальной справедливости и господство этики совести. Это была реальная альтернатива западному обществу, обществу рабовладельцев и рабов. Советская Россия стала создавать мир созидания, социальной справедливости, мир, где нет эксплуатации, социальных паразитов. Мир, где за счет труда, творчества, раскрытия интеллектуальных и духовных способностей человека и служения обществу будет достигнут неизмеримо более высокий, чем в Старом мире, уровень развития общества и отдельного человека. Это был прорыв в будущее. Впервые на планете создавали новый мир цивилизацию, общество будущего. Хозяева Запада, нынешняя глобальная мафия, строят глобальную невольничью цивилизацию, взяв за основу древние рабовладельческие цивилизации Древнего Востока. Рима и Греции. Это кастовое, рабовладельческое общество с делением общества на избранный господ и двуногие орудия. Советский Союз предложил иной мир на основе справедливости, правды и этики совести. Сверхцивилизацию и общество, где духовное будет выше материального, золотого тельца, общее выше частного, справедливость выше закона. Где желания человека будут разумными, а коллективные интересы перевесят звериный эгоизм. Мир, где люди осознают, что для счастливого будущего, сегодня надо терпеть лишения, трудиться и если необходимо воевать, отдавать жизни за великие идеалы. Таким образом, Сталин и его соратники воплощали в жизни идеалы русского цивилизационного кода матрицы, светлой, святой, Руси. Они пытались создать новую реальность, где будут господствовать справедливость, правда, добро и честный труд. И нельзя сказать, что у них ничего не получилось. Получилось много, правда и не все. Старая реальность сопротивлялась, не желала уходить в прошлое. В частности, хозяева Запада организовали Вторую мировую войну с целью уничтожить Россию и СССР. Из-за хронической нехватки времени приходилось применять самые радикальные, жесткие методы. Психологически значительная часть общества, особенно элита, оказалась не готова к новой реальности. Ее тянуло в прошлое. А новые поколения, разумом и душой поверившие в светлое будущее, были сильно обескровлены Великой войной. Отсюда откат во время правления Хрущева и Брежнева. В результате ничего, кроме мечты, образа будущего, у Сталина вначале не было. Однако этот образ совпадал с цивилизационным кодом Руси. Революция 1917 года создала возможность создания новой реальности, мира, и Красный Император ее использовал. Чтобы страна и народ выжили, чтобы сохранилась русская цивилизация, Сталин стал переводить цивилизационную матрицу в национальный проект развития, в материализацию проекта Светлой Руси. Новая советская, русская, цивилизация, мир общества будущего должны были стать основой всей человеческой цивилизации, определяя ее развитие на сотни лет вперед. Это был вызов глобальной мафии, каменщикам, строившим новый мировой порядок рабовладельческую цивилизацию. Последний император Великой России, СССР, совершил буквально невозможное.